Мы стараемся в Федеральной Палате работать над системными вопросами, которые касаются всей экономики и всего бизнеса России. Не по отдельно взятому региону или по одной отрасли, потому что к нам стекается информация со всей России и от всех отраслей, союзов, ассоциаций, членов торгово-промышленной палаты, наших региональных палат. Аккумулируя все это, мы стараемся направить наши усилия на решение главных проблем. Наибольшая заинтересованность в снижении налоговой, но я бы здесь, наверное, немножко по-другому поставил вопрос, это снижение фискальной нагрузки. Потому что, как вы знаете, кроме налоговых платежей, те, которые прописаны в налоговом кодексе, есть еще целая система, по сути, параллельная, которая создалась за эти годы, неналоговых или некодифицированных платежей. Платежи, которые не прописаны налоговым кодексом, которые определяются отдельно взятыми законодательными актами, отдельно взятыми постановлениями и решениями различных органов, организаций, министерств и ведомств. И иногда они возникают и на региональном уровне. В качестве примера можно из последних взять этот налоговый сбор, который вы знаете, это дорожный сбор, который на большегрузные автомобили. Это как раз из-за разряда такого рода платежей. Есть там платы за очистку воды, за утилизацию отходов и множество других. Мы провели специальное исследование, зная, что эта проблема беспокоит бизнес. И на налоговом форуме уже эту тему обсуждали. Мы ее докладывали президенту страны. Мы насчитали 50 таких платежей, работающих на федеральном уровне. Они носят все признаки налогов. То есть это обязательность уплаты, это невозвратность, это ординарность. То есть это платится, как правило, а не как какое-то наказание. То есть у них все признаки налогов, но тем не менее они к официально налогам кодекса не относятся. Они не носят какой-то системы. Они в разных отраслях возникают. Они создают фискальную нагрузку, разную для разных отраслей, для разных иногда и форм бизнеса. Есть там портовые, например, сборы, якорные, навигационные сборы у моряков и куча всяких других. То есть для кого-то они становятся достаточно серьезными, в том числе и для тех, кто занимается недропользованием. У них серьезная нагрузка по многим направлениям, связанным с экологией, с пользой недрами и так далее. Для кого-то они в меньшей степени, кто работает в сфере торговли, обслуживания и так далее. Но тем не менее это очень серьезная сумма. Мы полагаем, что в прошедшем году она была 0,99% от ВВП. В этом полагаем, что она достигнет 1% и может быть даже превысит 1% внутреннего продукта, если на нее никак не влиять и никак не разбираться с этим. Что мы предложили и предлагаем государству? Первое – принять закон, который будет определять вообще установление такого рода платежей. Где прописать, каким образом определяется база, периодичность сборов, кто и каким образом отвечает за это дело и так далее. Второе – это не значит, что там будут прописаны каждый из этих 50, а их вообще-то на самом деле больше, потому что наши коллеги в регионах говорят, что их те, кто считал у себя, некоторые насчитали более 70, имея в виду уже и региональные, так сказать, отдельные такого рода сборы. Второе, что мы считаем обязательным – это реестр, реестр таких неналаговых платежей, чтобы было всем понятно и прозрачно, в том числе и нашим депутатам, когда они принимают те или иные законные акты, а какая нагрузка на самом деле существует фискальная. Не только та, которую Минфин признает как налоговая нагрузка 34,4, но и посчитав вот вместе с неналоговой нагрузкой, это, конечно, совсем другие цифры получаются. И мне кажется, и государство в лице законодательной, исполнительной власти должно себе четко представлять вообще, какая система платежей, какова нагрузка на бизнес, в том числе и по отдельным отраслям, и в целом. Поэтому должен быть такой реестр, мы считаем, что его должно ввести Министерство финансов, и, соответственно, такие сборы неналоговые платежи могут вводиться только для тех платежей, которые попали в этот реестр. Вот тогда, когда они узаконенные попали в этот, так сказать, реестр, ну, тогда они могут взымать. Мы считаем, что он не может иметь обратной силы, то есть задним числом никакие сборы и налоги не должны взыматься, неналоговые платежи. Это первое. И второе – вводиться с 1 января следующего года, с тем, чтобы у всех было, в общем-то, представление, что ждет их в наступающем году. Это из основных предложений, касаемых вот этих неналоговых платежей. Еще одна часть, наверное, третья, касаемая их – это упорядочить тех, кто собирает. Потому что администраторы почти у каждого такого неналогового платежа свой. Это множество администраторов, множество разных документов, множество тех, кто отвечает за этих сбор и, соответственно, предъявляет претензии представителям бизнеса. И мы считаем, что их можно, по крайней мере, сгруппировать и часть платежей отдать каким-то отдельным ведомствам. Продолжение следует...